Всем ДВС, друзья, вы смотрите канал Очень и тупи на ютубе, меня зовут Сергей Лав И это такая, ну, не знаю какая серия В общем, мы в ней ничего делать не будем Но она будет нести важную и не очень информацию Вот, но в первую очередь я, конечно же, покажу базу Для тех, кто вообще просто ни слухом, ни духом Был о том, что у нас стримы проходили на канале Их было уже целых три штуки Вот, и кто вообще просто провел себя Полнейшим пассивом в этом деле Тут будет удивлен тому, что мы успели построить За период этих стримов Видите, здесь база совершенно другая Но кто видел стримы, кто участвовал Тот все это воочию и в онлайне созерцал Как мы от и до все кирпичик за кирпичиком строили Но вот кто не видел, тот, наверное, сейчас будет Не знаю, какие чувства у него вызовет вид этой базы Вот, но тем не менее Но не для этого я снимаю эту серию Здесь, кстати, есть печка у нас Здесь производится бумага Да, это безумный массератор, который массерирует нам доски Как вы видите Здесь, скажем так, производится бумага из опилок И надо, наверное, уже канвасы остановить У нас 1600 канвасов Я что-то как-то не рассчитал, когда ушел с сервака Что их нафигарит нам очень-очень много Поэтому сейчас выложу просто доски Чтобы они больше не массерировались И будем что-нибудь другое безумно массерировать Но позже Вот, почему? Потому что кто был на последнем стриме Вообще, кто очень был внимателен Тот обратил внимание, что вампир говорил о вайпе Кстати, вот здесь не работает нифига Безумный электролизер Он в упор не хочет засовывать обсидиановую пыль сюда Да, мы электролизуем обсидиановую пыль Потому что это прям must have Это первая очередная задача для электролизера Это, конечно же, производить железо Но производится чуть более, чем полстека Хотя обсидиан у нас там должно быть вообще просто вагон Так, обсидиан Да, у нас весь обсидиан перегнался фактически в пыль Почти 3000 пыли у нас получилось Хотя было обсидиана намного меньше Вот здесь мы построили 4 таких машины Которые перегоняют его из простого обсидиана Уже в пылевой Тем более, что у нас есть бесконечный генератор обсидиана Для нас это не страшно Но суть этой серии Это сказать вам все-таки о вайпе Потому что Биомса Плэнси не дает ребятам спокойно играть Я не знаю, он багует Он выкидывает В общем, геморройный какой-то мод оказался Либо просто так сборка собрана В общем, его надо удалять А удалить его, конечно же Это основная мер генерация Не покоробив все остальное Невозможно Поэтому что тут будет Я не знаю Тем не менее, мы еще, возможно, добавим пару модов Я лично радую за то, чтобы удалили мы Томкрафт 4 Потому что вампир все изучил Он с ним наигрался И Томкрафт 4 мод скучный Если технологичные моды Это куча возможностей Мы можем делать что угодно Допустим, канвасы производить Если у нас есть надобность То есть много-много вариаций То Томкрафт это просто Приспособление очень удобное Но маловариативное И вот мы сделали там себе сапоги Леталку И, собственно, больше-то с модом играть нечего То есть все, он пройден, грубо говоря Вот И поэтому я говорю, что его надо удалить Тем более, что добавить надо Допустим, модула Power Suites Он заменит все то же самое В принципе, чем мы пользуемся Ну, кроме палки магической Вот, но Уже будет в технологическом исполнении Все это дело Вот как по мне лучше Плюс еще, возможно, что-то добавим Но это пока вопрос очень спорный Я лично еще так же говорю вампиру Что пусть он в лепешку разобьется Но мою базу сохранит Либо сам пусть ее после вайпа перестраивает Потому что даже в креативе Я не хочу тратить два часа На унылое реконструирование Того, что у меня есть Вот, потому что, ну, это Это никакого удовольствия не приносит Наоборот, это мучение Страдание и самобичевание В общем-то, вот У меня столько времени нету И желание тратить крохи Свободного времени вот на занятия Я точно не хочу Так что вот вампира буду пинать Чтобы он что угодно сделал Но чтобы моя база после вайпа сохранилась Но все равно это не добавляет оптимизма И желание снимать гипергестию Пока вот все это не будет утрясено Вот Так что имейте в виду Гипергестию никуда не делается Она просто ждет, когда пересоберется сборка Когда переразберемся мы с сейвом нашего мира Что с ним да как будет Вот, это первый важный момент Второй важный момент Это касательно звука Вообще, в последней серии Я немножко по-другому звук балансирую И хотел бы у вас спросить Какой вариант вам лучше, удобней И надеюсь все же на вашу активность в этом вопросе Вот, звук может быть в трех вариантах Очевидно, это стандартный звук Вот такой вот То есть, как я его записал Так он и есть у нас Вот сейчас нет побочных звуков Потому что я пишу только звук Уже на видео Но тем не менее Второй вариант Это повышать уровень громкости Там где-то на сколько-то в общем-то процентов Вот как сейчас Вот То есть, это просто повышение уровня громкости Без каких-либо других примочек Это позволяет Я не знаю Вам лучше слышать Если где-то что-то плохо Где-то тише Звук был То есть, ну не знаю Мне кажется От этого звука все же страдает Но возможно вам наоборот нравится Более громкий звук Еще один вариант Это не просто повышать уровень громкости Это добавлять выравнивание звука Дорожки Вообще По максимальным высотам Вот как сейчас То есть, где мой голос звучал тише Где какие-то звуки звучат тише Самых громких звуков Они все выравниваются От этого звука становится еще чуточку громче Но становятся и громче нежелательные звуки То есть, где-то какой-то шорох Его тоже, конечно же, стараются выровнять на максимум Там, в какой-нибудь клацанье Это тоже все поднимается Мое дыхание Там, где я просто там Делаю вдох-выдох Это тоже выравнивается Это звучит сильнее намного В разы И, как по мне, этот вариант не самый желательный Не самый приятный Вот, но Тем не менее, он есть Есть третий вариант Это не повышать уровень громкости Но выравнивание оставить Все же выравнивание мне не нравится Потому что оно выравнивает абсолютно все И как раз-таки из-за нежелательных звуков Плюс шумы То есть, шум микрофона Который все же есть Он очень тихий Но при вот этом выравнивании Он становится явнее Намного явнее звучит Вот Собственно, вот такие три варианта звука Ну и, конечно же, просто стандартный звук Который вот есть на всех записях То есть, оставить как без изменений все дело Или все-таки же вам какой-то другой Вот из предложенных вариантов Милее, лучше для слуха Поэтому пишите в комментариях об этом По поводу вайпа Я не знаю, что вы можете написать в комментариях Кроме как Соболезновая или удача Вот Поэтому по поводу вайпа Ну, не знаю Тоже можете, в принципе, что написать Если вам есть, что написать Вот А на этом мы будем с вами прощаться Не буду ни про развлечения Ни про какие говорить в конце Потому что новости Ну, с одной стороны, грустные С другой стороны, они тоже мало относятся К чему-либо Поэтому мы просто с вами прощаемся Не навсегда, конечно же И увидимся в гипергесте Когда все уляжется Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры